Всем доброго времени суток! С вами на связи интернет-магазин Antilife.com.ua Сегодня хочу показать вам обновленную версию популярного GAU-G3 Данная модель называется GAU-G3S Вот в такой вот коробке поставляется данная модель Выпускается она не так давно Основное отличие от предыдущей версии это обновленный процессор 4-х ядерный Ну и давайте стандартно пройдемся по заводскому комплекту Что у нас поставляется? Вот такая вот коробка обновленная Раньше были такие пластиковые боксы Интересные, вот здесь аккумулятор Аккумулятор, кстати, у нас на 2750 мАч Он уже установлен в смартфоне Ну и стандартно USB кабель и зарядка Ни гарнитуры, никаких ни пленок в заводской комплектации у нас нет Давайте перейдем непосредственно к нашему смартфону Смартфон выполнен в таком же корпусе В таком же дизайне, как и был ранее выполнен Спереди у нас идет стекло, покрытое защитой Gorilla Glass Сзади у нас идет все в пластике Ну, пластик такой довольно-таки качественный Все хорошо Металлические части этого смартфона Вот только вот эти вот вставочки Сверху, снизу Итак, сверху у нас есть кнопка включения Разъем под наушники 3,5 мм С этого бока у нас идет качелька громкости Снизу вот защелочка такая для открытия крышки Микрофон и USB С этого торца нет ничего Сзади у нас есть фирменный логотип J.I.U Есть камера Камера у нас на 8 мегапикселей Есть вспышка Ну и снизу вот тоже логотип J.I.U Спереди у нас есть три сенсорных кнопки Меню Домой и назад А также камера Динамик Датчик освещенности и приближение Хочу сразу сказать по поводу корпуса Модель собрана очень хорошо, добротно Нет вот никаких скрипов, люфтов Я сейчас вот на перекос ее, эту модель беру Единственное, что могу сказать, что вот эта вот крышечка Был у нас такой негативный опыт Вот эта модель, когда его вскрываешь Он нужно очень аккуратно То есть скрывать лучше всего вот по ободку Потому что вот по усикам, защелкам вот этой вот крышки Вот эти вот усики, видите, они крепятся вот в эти места У нас было такое, что пришла партия И все вот эти крышки вот в этих местах Просто начинали рассыпаться на глазах Кстати, аккумулятор у нас 2750 Поэтому крышечки эти вскрывать очень аккуратно Очень бережно с ними обращаться Давайте посмотрим наш смартфон Экран у нас очень яркий Смартфон довольно-таки шустрый Тут стоит четырехъядерный процессор MTK6589 Ну и давайте данную модель посмотрим через программку Antutu Сколько она набирает баллов, сколько показывает Показывает данная модель вот 12,7,9,7 Стандартный показатель MTK6589 И быстренько пройдемся по техническим характеристикам Через Antutu Видим, что модель называется GU-G3 MTK6589 процессор Разрешение у нас HD 720 на 1280 Оперативной памяти у нас здесь 1 ГБ Встроенной памяти 4 Но прошивка сделана таким образом, что все завязано под карточку памяти То есть, если вы хотите, допустим, даже сфотографировать что-то То обязательно нужно наличие карты памяти Это такая заводская прошивка Основная камера идет на реальных 8 Мп И фронтальная камера на 2 Мп Прошивка у нас 4.2 Android стандартный Давайте посмотрим данную модель через программку Z-Device Test Посмотрим, какие датчики есть Что у нас в этом плане умеет смартфон Видим, что есть у данной модели полноценный гироскоп Само собой, есть датчик приближения, датчик освещенности Есть компас, есть GPS, который, кстати, отлично работает Стандартно Wi-Fi, Bluetooth, никаких таких особых датчиков в данной модели нет Всем известно, что у GAU-G3 был отличный мультитач Вот, собственно, и в этой модели то же самое У нас 7 точек касания Больше только у Lenovo K900, у которого на 5,5 дюймов целых 10 точек касания О целесообразности данного я молчу По поводу прошивки Прошивка у нас заводская сейчас стоит Она так стилизирована под фирменную прошивку GAU То есть тут по-своему выполнены вот эти все иконки В принципе, все то, что нам нужно, все есть на русском языке Есть несколько софтов Есть несколько программ китайских Вот это, вот это В принципе, они нам не нужны, поэтому на них даже можно не обращать внимания Что хорошо, что есть супер-юзер Есть рабочий Play Market Который сразу с заводской прошивки работает И отлично все можно прогружать Так, что еще у нас тут есть? Есть у нас автоматическое обновление системы То есть можно при наличии прошивок обновляться по воздуху через данную модель Ну и давайте посмотрим экран Все-таки экран в данной модели это одно из самых больших достоинств Экран такой очень сочный, яркий Все цвета такие выедающие, скажем так Мне такие экраны очень нравятся Давайте посмотрим несколько стандартных картинок Которые я показываю практически во всех обзорах Они довольно-таки яркие Разные оттенки тут у нас идут И можно будет посмотреть и углы обзора на этих картинках Насколько картинка преломляется или не преломляется Ну, я скажу, что углы обзора, скажем так Не самые максимальные, но в принципе хорошие Вот такие вот у нас картинки Также смартфон легко работает с любым форматом видео То есть, чтобы посмотреть какой-то Full HD фильм Не нужно нам его конвертировать Просто закидываем его на карту памяти Либо на телефон И просто просматриваем в стандартном Можно даже проигрывателе данного смартфона Ну, лучше, конечно же, поставить какую-то программку для этого И воспроизводить Вот сейчас у меня только через ЕС проводник Формат видео в Full HD Звук воспроизводится за счет вот этого вот динамика Он довольно-таки громкий Выдает хороший Не знаю, стерео или моно, но звучит как стерео Звук Смартфон отлично работает с интернетом Сейчас вот я нахожусь в таком месте Где другие гаджеты у меня ловили Ну, где-то на две палочки из четырех Вот данная модель сейчас показывает три Но тоже бывало опускалась до двух Давайте посмотрим, как работает наша модель с интернетом Вот у меня есть YouTube видео Наши видеообзоры Я качество убираю с HD Потому что интернет у меня тут плохой Просто видно, что данная модель работает Запускает это все дело И все это работает Давайте посмотрим также по браузерам Я пользуюсь обычно оперой То есть для тех людей, которым необходим выход в интернет Данная модель с легкостью будет справляться со всеми этими обязанностями Можно быстренько просмотреть Быстро увеличить изображение Изображение максимально подгоняется под размер экрана Кстати, вот видите, оно было широкое Вот такое вот на весь экран И когда я увеличиваю, оно выставляется, чтобы нам было удобно Ну, можно в такой ориентации это все читать, смотреть То есть все удобно, все работает быстро Вот обновлю сайт Покажу, что все отлично прогружается По поводу игр Данная модель, как я уже говорил Оснащена четырехъядерным процессором Это кажется 5,89 С частотой каждого ядра по 1,2 ГГц А поэтому практически все современные игры данная модель потянет Также стоит учесть и о том, что данный дисплей в данной модели У нас не Full HD, а всего напросто HD То есть 1280 на 720 Также я уже показывал Графический ускоритель данной модели Это PowerWare SGX544MP А это довольно-таки мощный графический процессор Который способен справляться с современными играми Давайте посмотрим, как запускаются Как работают эти современные игры на нашем смартфоне GAU-G3S Графический ускоритель 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 Продолжение следует... Так, и еще хотел вам показать по поводу камеры. Я говорил уже, что камера в нашем смартфоне на 8 мегапикселей. Она очень хорошо снимает, отличный автофокус, вспышка также работает хорошо. Ну, давайте посмотрим, как данная модель фотографирует сблизи макросъемку, как фокусирует автофокус. Вот фотография, сделанная данным смартфоном. Обязательно я сделаю фотографию, обязательно сниму видео в формате Full HD, в котором и снимает данная модель. И выложу по ссылкам под этим видео, смотрите внимательнее. То есть, в целом, видите, что качество довольно-таки хорошее, хорошего уровня, хорошая четкость картинки, все на уровне. Итак, можно подводить итог. Смартфон у нас, скажем так, не новый, просто обновленная версия, GAU-G3S. Новый четырехъядерный процессор, в принципе, топовое железо, гигабайт оперативной памяти, 4 встроенных. Имеет небольшие размеры, то есть, всего лишь 4,5 дюймов у него диагональ дисплея. Имеет классный корпус, интересный дизайн, вот эти вот металлические вставки дополняют дизайн. Сзади крышечка. Крышечка, считаю, что это минус данной модели, так как крышечка в местах усиков, в местах крепления к корпусу смартфона может расслаиваться, отваливаться вот этим все вот таким ободком даже. То есть, камера у нас снимает отлично, на реальных 8 мегапикселей тянет. Прошивка у нас русскоязычная, Super User, Play Market, русский язык, все это есть. А поэтому, если вам нужен классный, качественный смартфон с довольно-таки хорошим аккумулятором 2750, можете заказывать данную модель в нашем интернет-магазине. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, мы будем делать для вас все новые и новые видеообзоры. Спасибо за внимание, всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok